Это история Леонида Млечина. Здесь, в Нью-Йорке, скандал вокруг Майкла Джексона воспринимается обострённее, чем где бы то ни было. Не только потому, что это американские певецы, живые люди, которые ходили на его концерты, которые восхищались, но ещё и потому, что отношение к тому, что можно и чего нельзя позволить выдающимся и даже великим людям, стоит теперь иначе, чем прежде. Забегая вперёд, скажу, что ничего теперь великим людям не позволено. Скандал вокруг покойного уже Майкла Джексона возник из-за появления документального фильма, в котором люди, которые его знали, рассказывают о том, что Майкл Джексон был педофилом. Эта тема или эти обвинения в адрес Майкла Джексона возникали при его жизни. Дело в том, что Майкл Джексон действительно любил себя окружать детьми, он играл с ними, он помогал им. Он вложил больше 50 миллионов долларов в фонды, которые помогают больным и несчастным детям. Он купил огромное поместье и привозил туда больных, несчастных детей, коллег, он играл с ними, он дарил им подарки. Был молодой человек, совсем в ту пору молодой, который пользовался особым расположением Майкла Джексона, до того момента, как его родители заявили о том, что Майкл Джексон его растлевает. И мальчик на допросе подтвердил эти показания. Родители подали иск. И Майкл Джексон пошел на то, чтобы заплатить. 15 миллионов долларов были положены на счет этого юного джентльмена с тем, что когда он достигнет совершеннолетия, он смог бы воспользоваться этими деньгами. Еще немалую сумму получили его родители. Пройдут годы, и юноша скажет, что эти показания его заставили дать родители. Но местный прокурор был уверен, что Майкл Джексон преступник и педофил. И местная прокуратура потратила несколько лет на ведение этого дела, пока оно не было завершено, и началось расследование этого дела в суде. Майкла Джексона арестовали, потом выпустили под залог. Он пришел в зал суда. Он уже был очень больным и еле двигался. Судебная система в Соединенных Штатах работает исправно. Это был суд присяжных. И защита обвинения представила свои доказательства. Присяжные пришли к единодушному мнению. Невиновен. Майкл Джексон вышел из зала суда невиновным. Но все, что вокруг него тогда рассказывалось, осталось в памяти, а сейчас вспыхнуло вновь. Что же там правда и что неправда? Майкл Джексон был действительно великим певцом, наверное, самым знаменитым. Наверное, его знал в мире всякий. И при этом он был глубоко несчастным человеком. У меня такое ощущение, что он несчастный был с самого детства. Хотя с самого детства он прославился и начал петь, им стали восхищаться. Он был невероятно обижен на собственного отца. Говорил, что отец никогда не играл с ними, никогда не развлекался с ним, не говорил ему добрых слов. Он был страшно обижен на отца. И он был страшно обижен на свою внешность. Если вы обратите внимание, то после выхода каждого альбома Майкл Джексон немножко менялся. Менялся цвет его лица и менялась форма его лица. Даже форма носа. Говорили, что Майкл Джексон проводит специальные пластические операции, чтобы изменить цвет кожи. И он действительно, как ернически выразился один критик, из темнокожего юноши превратился в белую женщину. Сам Майкл Джексон рассказывал, что у него очень серьезная кожная болезнь. Когда образуются белые пятна, которые горят на солнце, ему нельзя было находиться под солнцем, поэтому он вынужден был проводить дополнительные операции. Не имеет значения. Цвет лица Майкла Джексона изменился. Изменился его нос. И потом говорили, что от бесконечных пластических операций у него произошло ужасное. Он вынужден был сделать даже протез носа. Поэтому он ходил в повязке. Он не любил показываться на людях. Он ходил под зонтиком. Это не имеет особого значения. Это просто означает, что Майкл Джексон столь любимый. Майкл Джексон, любимый миллионами, на самом деле себя не любил. У него были серьезные проблемы и с женщинами. В первый раз он женился на дочке Элласа Пресли. Казалось, это такой брак, который благословен на небесах. Но они прожили вместе очень недолго и разошлись. Его бывшая жена вышла замуж за Николаса Кейджа, знаменитого актера. Но этот брак продлился еще меньше. Они быстро разошлись. Вероятно, это была дама с сильным характером. Второй раз Майкл Джексон женился на медсестре своего врача. Он привык ей звонить, спрашивать различные советы. А потом они соединились. Она родила ему двоих детей. Потом они разошлись. И третьего ребенка Майкл Джексон получил от женщины, что имя никогда не назвал. Такая донорская мать. Судя по всему, у Майкла Джексона были серьезные проблемы в отношениях с женщинами. Так а что же в отношениях с детьми? Мне кажется, что Майкл Джексон был невыросшим ребенком. И это происходило не только с ним. Я однажды перед выступлением гримировался у нас на телевидении, а за спиной у меня сидел, ну, столь же популярный в нашей стране певец. И он говорил с кем-то. И у меня было ощущение, что за спиной у меня сидит 14-летний подросток, хотя это был человек уже в возрасте. Мне кажется, что Майкл Джексон так и остался невыросшим подростком. Поэтому он так тянулся к детям. И действительно, я делал когда фильм о Майкле Джексоне, смотрел хронику. Он действительно играл с детишками, как будто он сам маленький, развлекался. Но возникает вопрос, что они делали в его спальне. Однажды он сам в телеинтервью рассказал, что он ложится вместе с детьми. Возник вопрос, а что он там с ними делает? Майкл Джексон был поражен вопросом. Он стал говорить, что лишь не идет о секс, о том, что мы действительно ложимся спать вместе, как ложатся дети. Но вопрос остался, было это или не было. Тогда, много лет назад, Майклу Джексону это сошло с рук. С тех пор американское общество изменилось. Теперь американское общество ничего не прощает своим знаменитостям. Это сказывается на судьбе не только актеров, режиссеров, но и на судьбе политиков. У меня такое ощущение, что в Америке будущий политик должен думать о себе уже просто с детского возраста и ничего себе не позволять. Наверное, в определенном смысле это хорошо. Хотя, с другой стороны, возникает ощущение, что к политике будут приходить какие-то стерильные люди, вовсе лишенные всяческих человеческих слабостей, что не так плохо. В сущности, два выдающихся американских президента, Франклин Дилану Рузвельт и Джон Финджеральд Кеннеди, ведь обманывали своих избирателей. Они оба были глубоко больными людьми, и они скрывали это. Но какое это имеет значение, если ты задумаешься о том, какой вклад в историю страны внесли эти два выдающихся политика, и они были значительно лучше тех, кто ничего не скрывал от своих избирателей. Ну а что касается Майкла Джексона, то ввиду его отсутствия на земле судебный процесс состояться не может, и он не в состоянии сказать что-либо в свою защиту. Так что каждый из нас может сформулировать свое мнение и считать его либо педофилом, либо невыросшим подростком. Но в любом случае, я думаю, мы должны отнестись к нему по справедливости, просто по справедливости. Ну а мы с вами и дальше будем обращаться к таким драматическим событиям, которые волнуют нас. Чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube.